Всем привет, с вами Энн, и сегодня мы поговорим с вами о самом нашумевшем сериале в последнее время. И как вы уже догадались, это «Игра в кальмара». Самый неординарный и очень-очень экстравагантный сериал, который вызывает бурю как позитивных, так и негативных эмоций. И сегодня я расскажу вам про актеров и про их жизнь, как они жили до славы и до популярности, которая пришла к ним буквально за несколько месяцев. Единственная актериста, которой не пришлось привыкать к популярности и славе, это была Чон Хо Йон. До своей актерской карьеры участвовала в топ-модель по-корейски, но ушла оттуда через две недели. Далее она решила попробовать себя в том же телешоу, только в пятом сезоне. Как оказалось, позже дошла она до тройки финалистов, но победительнице из этого шоу она так и не вышла. Стоит добавить то, что она была известной моделью Южной Кореи. Пользовалась большой славой, открывала много показов. То есть к популярности привыкать ей не пришлось, так что актриса приняла спокойно тот факт, что она стала популярной по всему миру. Стоит добавить то, что она неоднократно была недовольна своей актерской игрой на съемках. Чон Хо неоднократно плакала на съемках или когда у нее не получалось снять кадр с первого дубля. Коллеги по цеху неоднократно замечали такое поведение со стороны Чон Хо. Они беспокоились по этому поводу и на помощь пришла ее коллега под номером 240. Они много разговаривали по этому поводу и Чон Хо даже иногда успокаивалась после разговора со своей подругой. Следующий актер и персонаж идет Хон Сон Тхе, известный нам по роли как главный злодей сериала. Согласитесь, сыграл он роль свою просто великолепно. Не всем актерам удается достичь такого мастерства, после которого тебя будет ненавидеть весь мир. Хон Со является противоположностью того актера, которого он сыграл на экране. Если зайти в инстаграм этого актера, на его странице можно встретить очень много милых фотографий с его домашними животными, а также фото природы или тех же цветов. Поэтому совершенно не вяжется его образ злодея с таким милым и прекрасным человеком в жизни. В сети также появились слухи о том, что Хон Сон знает русский язык и активно им владеет. Подождите, представьте, меня зовут Хон Сон Тхе. Я корейский актер. Я не такого плохого человека. Не бойтесь меня, я не причиняю людям бреда. Хон Сону, или героя под номером 101, эта роль принесла небывалого успеха. Он также снимался в разных телешоу, рекламных роликах, а также в сериалах на роли второго плана. Но все это было мелочью по сравнению с тем проектом, который предложили ему в этом году. Интересный факт. На странице актера в инстаграме есть фото с русской водкой Байкал и подпись «Однажды в год я скучаю за Россией». К тому же, два персонажа из игры в кальмара, Соджи Хун, а также Чо Сану, они были названы в честь друзей Хвана. А также их истории были полностью взяты из жизни. Во многих фильмах Хвана за основу он берет истории своей жизни. Интересный факт. На создание этого гениального шедевра было потрачено 13 лет. Эти годы выдались тяжелыми для него. Все это время он утопал в алкоголизме, а также хотел продать свой ноутбук со всеми записями, которые были наработаны за 13 лет. Но что-то его остановило. И, как оказалось, не зря. Этот проект принес его небывалый успех как режиссеру, а также принес успех тем актерам, которые приняли участие в съемках этого сериала. Если вам понравилась эта рубрика, подписывайтесь, ставьте лайки, а также пишите комментарии. Мы будем видеть вашу активность и продолжим эту рубрику. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok